Друзья, всем привет, с вами Snowwise, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. У меня на канале долгое время не было никаких новостных обзоров, никаких разговорных видео и, собственно говоря, мне показалось, что стоит возобновить этот формат. Ну и, естественно, хотелось бы потом узнать у вас, зашло ли вам, нравится ли вам подобное или нет. Ну а сегодня хотелось бы поговорить о самых значимых новостях за последние полторы-две недели. Начнем мы с компанией Realme, которая совсем недавно представила Realme C65 5G. Не нужно путать это с обычным C65 4G, который получил довольно скромную начинку и MTK G85. Этот телефончик также был показан не так давно, но, насколько я знаю, еще пока активно у нас не продается. Сейчас же компания Realme заявляет, что C65 5G должен стать самым мощным телефоном в классе бюджетных устройств, благодаря тому, что у него появится новейший процессор Mediatek Dimensity 6300. Ну и опять же, как обещает сама компания, телефончик будет продаваться примерно за 115 долларов, ну то есть, условно говоря, в районе 11 тысяч рублей. Но это, естественно, там у них. Если он до нас доедет, я думаю, что ценник будет повыше, в районе 14-15. По дизайну все будет очень в духе и в стиле номерной серии Realme 12, которую мы видели в этом году. Вообще, Realme в начале года выкатила на гора огромное количество смартфонов бюджетного и среднебюджетного уровня. И, как говорится, на любой вкус и кошелек. Но дизайн у них у всех очень-очень похож. С одной стороны, это может для кого-то показаться минусом, но с другой стороны, есть некая преемственность. И покупая пусть дешевый телефон от Realme, ты получаешь дизайн как у старших братьев. Что-то подобное мы видим у телефончиков Samsung, когда, допустим, серия А, начиная с А15 до А55, очень сильно похожи на серию S. Также на этой неделе дебютировал новый флагманский камерафон от компании Huawei. Компания показала целую линейку телефонов Pura 70. Младшая Pura 70, старшая версия Ultra и средняя версия Pro. Ну и, естественно, все самое вкусное и крутое получила старшая версия Ultra. Этот телефончик получил выдвижной объектив и большую матрицу в 1 дюйм. Ну и, как заявляет сама компания Huawei, модуль получил специальный моторизированный механизм, который выдерживает до 300 тысяч открытий и закрытий. То есть, несмотря на то, что появится движущаяся деталь, можно не беспокоиться о том, что этот механизм в скором времени выйдет из строя. Фокусное расстояние у основного объектива будет 22,5 мм. То есть, это такой полуширокоугольный объектив, не ультраширик, естественно. Но такой вот достаточный, скажем так, вполне себе универсальный для большинства, чтобы делать фотографии на улице, либо же делать какие-то портретные кадры. Тем более, что здесь будет переменная апертура от f1.6 до f4.0. Также у телефончика будет телевик с трехкратным оптическим увеличением, но там, если быть точным, 3,1 с фокусным расстоянием 90 мм. И этот модуль позволит фокусироваться на объектах с 5 см. Плюс будет комбинированный гибридный зум до 35 раз для того, чтобы создавать уникальные макрофотографии. Ну и все это дело будет работать на пока еще неизведанном новом процессоре Kirin 9010, который, ну, нельзя назвать самым совершенным и навороченным, учитывая то, что Huawei у нас находится под санкциями. Да, процессор довольно мощный, но построен по 7-нанометровому техпроцессу. Не 6, не 5, не 4, как новейшие флагманские от Qualcomm. Но, тем не менее, для Huawei это, можно сказать, что значительный шаг вперед. Какую он покажет мощность и какие цифры вы выбьет в бенчмарках, мы уже узнаем совсем скоро. Ну а компания Redmi, помимо того, что она совсем недавно представила довольно мощный бюджетный смартфон Redmi Turbo 3, также представила на китайском рынке свою новую версию планшета Redmi Pad с приставочкой Pro. Планшет получил, нельзя сказать, что самый мощный, но, тем не менее, довольно неплохой процессор Snapdragon 7s Gen 2. У него будет 8 гигов оперативной памяти и несколько вариантов по внутреннему хранилищу. 128 и 256 гигов точно, но, возможно, будет и версия на 512. Ну и, естественно, у этого планшета будет довольно большой яркий дисплей 12,1 дюйма, 120 герц. И, насколько я понял, этот планшет будет конкурировать в первую очередь с Honor Pad 9. Единственным планшетом с такой большой диагональю на текущий момент времени в классе устройств до 30 тысяч рублей. Ценник на Redmi Pad Pro, скорее всего, он как раз-таки приблизится где-то к 25-28 тысячам рублей. Ну и, опять же, учитывая довольно большой дисплей и довольно мощный процессор, здесь у нас установлен аккумулятор на 10 тысяч миллиампер, который, как обещает Redmi, выдержит до 15 часов просмотра видео. Ну и за финалем мы сегодняшний новостной выпуск информации о выпуске скучнофона. Да, друзья, именно так можно перевести тот телефончик, который выпустила преемница компании Nokia, компания HMD. В коллаборации с компанией Heineken она выкатила на гора кнопочный телефончик, который был назван The Boring Phone, то есть скучный телефон. По сути, мы получили редизайн на Nokia 2660 Flip. Телефончик получил точно такой же корпус, но в данном случае изготовлен из полностью прозрачного пластика. У него будут зеленые акценты и будет установлена такая, можно сказать, ретро-тема с зеленой подсветкой и черными пиктограммками, которые будут напоминать нам о тех самых Nokia 25-летней давности. Ну и, естественно, оригинальная игра Змейка, та самая классическая, будет установлена в этот телефон. По сути, название этого телефона полностью отражает его суть. Это просто телефон. Ну, то есть скучно фон. Ничего, кроме как позвонить или отправить смски, с помощью него сделать нельзя. Хотя у него есть поддержка SD-карточек, то есть, ну, по крайней мере, закачать несколько альбомов музыки, чтобы послушать в дороге, вы, конечно же, сможете. К сожалению, напрямую купить этот телефон не получится. Он будет распространяться в качестве такого маркетингового или рекламного телефона. Но я думаю, что совсем скоро на различных сайтах аукционов он точно появится. Так что кто захочет его заполучить себе в коллекцию, смогут рано или поздно это сделать. Ну что ж, друзья, на сим этот новостной выпуск мы будем завершать. Обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы продолжений и какие темы, может быть, стоит затронуть в следующий раз. На сим все. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.